В одном спортклубе было объявлено такое соревнование, что кто сможет победить владельца этого спортклуба, тот получит приз в 1000 долларов. Соревнование заключалось вот в чем. Владелец спортклуба выходил вперед, и он был очень здоровым, накачанным мужчиной. Он брал лимон, сжимал его в своей руке и выжимал с него. Смысл был в том, что кто после него хотя бы одну каплю сможет выжать с этого лимона, тому обещали приз в 1000 долларов. Много людей пробовали, но ни у кого не получалось это сделать, даже у самых больших атлетов. И подошел один молодой худощавый парень, который, взяв этот лимон, сжался в руке и выжал с него 6 капель. Все удивились, как это так получилось. После получения приза владелец спросил его о том, кто он и где он работает. И этот человек представился как работник налоговой инспекции. Мы уже с вами несколько воскресеньев говорили о деньгах, финансах и так далее. И сегодня я бы хотел, чтобы мы поговорили о человеке, который очень интересно был связан с этим вопросом. Поговорили о Закхее. И мы с вами сделаем акцент на трех вещах. История, о которой нам рассказывает Евангелие, рассказывает именно о таком налоговом инспекторе. О Закхее. Три вещи, которые мы сегодня с вами подчеркнем. Это природа человека. Природа Бога. И третье. Решение человека. Когда человек сталкивается с Богом, он должен принять какое-то решение. Я верю, что сегодня мы все с вами в нашем сердце имеем встречу с Господом или столкновение с Господом. У нас сегодня у всех будет какое-то решение, когда мы отсюда уйдем. Какое? Я не знаю. Но Бог всех нас к чему-то точно призовет. Итак, Евангелие от Луки, 19 глава, 1-10 стихов. Евангелие от Луки, 19 глава, 1-10 стихов. Потом Иисус вошел в Ерехон и проходил через него. Город такой, который находился чуть севернее Мертвого моря. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей, начальник сборщиков налогов. И человек богатый искал увидеть Иисуса. Кто он? Но не мог за народом, потому что был малоростом. Забежав вперед, взлез на Змаковницу для того, чтобы увидеть Иисуса Христа, потому что Христу належало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему Закхей, «Сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме». И он постепенно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, «Он зашел грешному человеку». Закхей же встав, сказал Господу, «Господи, половина моего имения я там нищу. Если кого я обидел, воздам четверо». Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение тому всему, потому что и он сын Авраама». Это он Закхей сказал. А о себе сказал, «Ибо я, сын человеческий, пришел взыскать и спасти погибшего». Человек богатый, имеющий много денег, неправедный, подчинивший моль. Очень много боли и горя другим людям встречается с Христом. И что-то происходит. Сегодня мир, как никогда, занят антропологией. Пытаются исследовать человека со всех сторон. Как он устроен, что он сделан, как у него мозги работают, как эти мозги вставить на место, чтобы правильно работать. Но никто не знает, как правильно они должны работать. Что с его телом, что с его решениями, что с его эмоциями, чувствами. То есть изучают физиологию, ТНК, РНК, какие-то там еще К, не знаю. Лезут куда надо, куда не надо. Изучают историю болезней. Люди изучают душу человека или его поведение, да. Не знаю, психологи, кто-то еще. Изучают социальный аспект жизни. Как он живет в социуме, среди каких людей. Почему именно там, почему именно то. Его заработки, расходы и так далее. Как он строит отношения с другими людьми. Его поведение. Как оно все взаимосвязано. И, как правило, мало кто может правильно объяснить, что происходит с человеком. И это все потому, что люди не знают Слова Божьего. Потому что Слово Божье дает правильную картину того, как человек устроен и почему. Человек принимает те или иные решения. Во многом мир преуспел, исследуя поведение человека. Говоря, вот это так поступает. Вот что с ним случилось. Вот то или иное. Вот это правильно, это неправильно. Во многом правильные вещи. Но вопросы души всегда остаются, знаете, загадкой неразгаданной. Мир не может это понять. Они все сходят иногда к эмоциям, каким-то обстоятельствам и так далее и тому подобное. Ну, вы знаете, Бог является творцом, являясь лучшим антропологом. Антропология – это только изучающая человека. Вот Бог является самым лучшим антропологом, потому что Он человека что? Сотворил. Он знает, как мы устроены все. Мы все устроены одинаково. Бог сказал много в Библии о нашем внутреннем человеке. Все, что нам надо знать, есть в Писании. То, как мы поступаем, то, как мы реагируем. В Библии это все объяснено. Надо просто изучать Слово Божие и применять его в своей жизни. И то, что люди пытаются тысячелетиями узнать, оно давно все открыто в Слове Божьем. И нам не нужны никакие профессионалы, не знаю, ученые, микробиологи или психологи. У нас есть Слово Божие, которое говорит нам очень четко и понятно. И вот на примере с Закеем Бог раскрывает очень много о природе человека. Я бы хотел, чтобы мы сегодня об этом немножко с вами поговорили. Закеем, знаете, как прототип человечества во многих вопросах. Во-первых, о нем написано, что он был человек нечестный, начальник мытарь. Кто такие были мытарьи? Это были люди, которые собирали налоги со своих граждан для римлян-оккупантов. Да? Которые когда-то оккупировали Палестину. И, как правило, эти люди не были честными. Они не делали свою работу или то, что они должны были сделать правильно. Они пользовались положениями покровительством Рима, то есть римской армии. И старались людей выжать как можно больше денег. То есть они узурпировали ту власть, которую им дал Рим над их же собственными братьями. И евреи их страшно не любили. Вот если кого не любили, так это именно их не любили. И считали их самыми большими грешниками наравне с блудницами, убийцами и так далее и тому подобное. По мнению народа, они даже были хуже таких, как, помните, варабы. Потому что варабы отпустили, а с этими они даже разговаривать не летели. И, конечно же, никакой милости, никакого уважения, принятия со стороны, там, односельчан или граждан того города, где они жили, такие люди не испытывали, их не уважали, не любили, не принимали. И даже очень часто очень плохо к ним относились. Помните, Христос такую историю рассказывает. Пришли в храм, помолился кто? Фарисей и именно мытарь, да? Тех, кого в обществе считали самым святым и тех, кого считали самым грешным, да? То есть люди очень хорошо понимали. Более того, Захей был не простым мытарем, он был начальником мытарей. Римляне организовали таким образом вот эту систему, что они начальникам мытарей давали определенную власть. И под теми начальниками было как минимум 10 других, которые в реальности занимались тем, что собирали деньги, приносили этому. Этот относил, конечно же, уже римлянам собранные деньги. И они все имели с людей свой определенный процент. Это было просто бизнес, ничего личного. И, конечно же, они пытались собрать как можно больше, потому что если собрал 100 и у тебя там 5 процентов, только 5. Но если ты тысячу собрал, у тебя 5 процентов, у тебя 50. То есть они старались эту власть как можно больше узурпировать, несмотря на своих братьев. Когда-то Иоанн Креститель обличал этих людей, когда некоторые из них приходили покаяться и при некрещении вердами, они спрашивают, что нам делать. И Иоанн говорил им, уходите с этой работы. Он говорил им такие слова, ничего не требуйте более определенного вам. Понимаете, да, когда есть такой призов, это означает, что люди что делали? Требовали более того, что им было определено. То есть они занимались незаконным обогащением. И, конечно же, это провоцировало большую неприязнь и даже ненависть со стороны их сограждан евреев. Их никто не любил. И вы знаете, такие люди, если на них клеили ярлык мытаря, то этот ярлык их сопровождал всю их жизнь. Никто с ним не хотел даже руку давать, скажем так. Деньги для Захея стали большим проклятием, чем благословением. Понимаете, жить в социуме, жить среди людей, где все тебя ненавидят, хотя у тебя есть хороший банковский человек. Это очень плохо. Потому что если тебя хватает силы, тебя никто скорую не вызовет, тебя никто не любит. Все хотят просто, чтобы ты вот сейчас встретился с Петром и Павлом, в кавычках, да. Это очень плохое положение дел. И для него личное корыстное обогащение стало большим проклятием, чем благословением. Знаете, люди иногда довольно низко опускаются в свои жизни, когда поступают неправильно. Когда они могут получить что-то неверным путем. И их дела и поступки делают их врагами тех людей, которые находятся рядом с ними. Их дела и поступки делают их нежелательными в обществе, даже и в собственной семье, родственниках и общества. Написано, что он был человек богатый, и за ним стояло оружие Рима. Все это защищалось, конечно же. Евреи, общество еврейское их порицало за это. Мало кто с ним сближался. Видите, когда Христос пошел к нему в дом, все это видели, написано. Они начали ротать и говорили, Иисус, посмотри, ты пошел к грешному человеку. То есть все видели жизнь его и понимали, куда идет Христос. Понимали, кому в дом он идет. Мы должны также понять такую вещь, что такие люди становились сребролюбивыми, любителями денег. Постоянный рост денежного потока не делал, не делал Захея более щедрым. А делал его каким? Более и более любящим денег. Вот я часто разговариваю с людьми, приходится говорить не только о жизни, о каких-то вопросах, но и о финансах. Вы знаете, очень интересно, как люди говорят иногда о деньгах. И я иногда, смотряя и слушая, рассуждая, думаю, а вот если этому человеку он насыпет сейчас много, он станет более щедрым или он станет более сребролюбивым? Я вам с точностью не могу сказать, каким он станет. Знаете откуда? Вчера он каким был, когда у него было мало? Если он вчера был жадным и сребролюбивым, то завтра он не станет другим. И это может разрушить его жизнь. Поэтому те, кто стремится попасть в другое, скажем так, в кавычках, социальный свой общество и обладать какими-то богатствами, жизненным, каким-то обеспечением, вы знаете, можно для себя посеять, а потом пожать и проклятие. Мы немножко с вами уже говорили, уже три воскресенья относительно денег, я не хочу больше к этому особо возвращаться. Ну посмотрите, в них причина написана, верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным. Не останется ненаказанным. Недавно разговаривал с одним молодым человеком, он говорит, Витя, вот как ты относишься вот к такому бизнесу? И он мне рассказывает про него. Он говорит, ты же понимаешь, что за год можно заработать миллион. Вроде бы оно выглядит безобидно. Я ему задал вопрос, я говорю, тебе есть вообще? Да, есть что кушать. А ты не боишься, что этот миллион или заработок, или этот бизнес отберет у тебя все остальные благословения? И он задумался. Семья, жена, дети, тот мир и покой, который есть. Кто стремится разбогатеть быстро на бизнес, тот не останется ненаказанным. Буквально на днях опять читал статью о том, как женщина выиграла лотерею, и это разрушило ее жизнь. Она говорит, я потеряла всех друзей. Одних потеряла, которым одолжила деньги, и те исчезли. А других друзей потеряла, потому что не хотела им одолжить деньги, и они тоже исчезли. Понимаете, человек иногда даже не понимает, как богатство может разрушить его жизнь. Она говорит, я уже вообще жалею, что выиграла эту лотерею. Апостол Павел по отношению к таким людям, он писал Тимофею, он не советовал раскулачивать ничего. Это, знаете, революционеры занимались раскулачиванием, отниманием, тоже воровством. Но он говорил, что опасность в том, чтобы сердце к этому привязалось. И что люди такие могут сделать деньги своей опорой и надеждой. Потому что я как бы у меня есть, и я куплю. Куплю того, куплю этого, куплю этого. В один день не найдется тот, кто возьмет, либо у тебя не хватит, и все закончится. Богатые в настоящем веке увещевались. Говорили, чтобы они невысоко думали о себе. Такие люди обычно думают о себе многое. И уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Бог не говорит, что имели многое-то плохо. Бог говорит, не делай это своей опорой. Не делай это своей надеждой. Надейся на Господа. Наслаждайся. Будь жертвенными. Чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны. Какими чтоб были? Щедрыми. Чем больше ты имеешь, тем более щедры ты должен становиться. Тем более общительным. Слово «общение», греческое слово «кайныне», «общее». Что больше моего тогда должно стать большим для других. Я должен свое с кем-то разделиться. Собирая себе сокровища доброе, основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Поэтому богатить надо щедростью, добрыми делами. Как Христос сказал, собирая себе сокровища на небесах. Богатство, о котором мечтают сегодня люди, не сделало закея, не на каплю счастливее и никого еще не сделали. Человек, имеющий все власть, деньги, связь, бизнес, положение и влияние, наконец-то понял, что без Христа он несчастный. Хочу увидеть Иисуса. У тебя же все остальное есть. Да, но надоело, хочу Христал. Понимаете, зов сердца. Все ж таки, понимаете, какое. Хочу большего чего-то. Поэтому не дай Бог нам, чтобы мы оказались такими, как Закия. Обладать всем, но не иметь Бога в своей жизни. Низкий ростом он был. Написано, он не мог увидеть Христа. Род, толпа была, потому что был мало ростом. Это был его физиологический изъян. Но, понимаете, при этом он не смирял себя перед Богом. Кармик какой-то был, да? Может, у него какая-то генетическая была сбой генетический. Человек просто не вырос физически. Но он не смирял себя перед Богом. Он, наоборот, все эти годы свое сердце что делал? Ожесточал. Я докажу им, я покажу им, я смогу. И у него получилось. Можно только представить себе, сколько, возможно, людей злостно над ним шутили в это время. И, знаете, бывает так, что человек имеет какой-то изъян, но становится жестким грешником. Вместо того, чтобы смириться перед Господом. Вместо того, чтобы склонить свое сердце перед Богом. Вот я встречал людей, которые, знаете, они, там, не знаю, может быть, они не полноватые. И они говорят, меня никто не любит. Бог меня не любит, меня никто не любит. И предаются распутству. Блуду и так далее. Может быть, меня кто-то полюбит. Кто-то встречал, кто получал какие-то увечья. И потом они говорят, ну я же не полноценный, поэтому я могу пойти там, знаете, извините. Начать пить, употреблять, что попало. Такие люди потом становятся зависимыми. Стал инвалидом, стал атеистом. Люди ожесточают свое сердце очень часто, когда они переживают какие-то физиологические изъяны. Но вы знаете, такое положение отдел должно человека, наоборот, смягчать по отношению к Богу. Такое положение человека, наоборот, должно смиряться. Когда мы получаем что-то подобное, нам не нужно ожесточаться по отношению к Господу, потому что мы станем такие, как за те. Мало того, что уже сами себя отделили, да еще и противники Богу стали. Это очень страшное положение. Вы знаете, в Библии есть очень много примеров людей, которые имели изъяны и стали в руках Божьих хорошим инструментом. Получили Божие благословения. Вот один из таких людей был Моисей. Моисей имел дефект речи. То есть, если его сюда поставить на кафедру, мы бы все, наверное, больше посмеялись, чем что-то бы услышали. И Бог говорит, Моисей, именно тебя, вот такого там, который не может два сну есть, он заикался или вот шепеляевал. Непонятно, что с ним было, но Бог говорит, ты пойдешь и убиведишь на родозрайских. Да я не могу вот это, да не волнуйся, да я ж буду с тобой. Какие проблемы вообще? Моисей смиряется, и Бог делает великое чудо. Исход, левит, какая еще проблема? Второзаконие, числа. Четыре книги, связанные всей Библией с жизнью и деятельностью этого человека. Потому что он смирился. Приведу еще один такой пример. У нас в институте по душу и по печенью, этот институт основал человек, которого зовут Рон Харрис. Он является автором программы всей. Это служение начиналось, когда он приехал в Украину просто миссионером. Они с женой посвятили себя. Они приехали как миссионеры. И он увидел нужду в том, что действительно мало этого служения там. И он начал эту программу писать. Мало кто знает об этом человеке. Вообще он очень, ну такой, если вы не сталкивались с Хоранделой, то вы о нем ничего не знаете. Но на самом деле, будучи миссионером в Украине, он пережил очень серьезную операцию на спину. У него болты в позвоночнике и так далее. Я не знаю, кто вообще из иностранцев согласился лечь под ночь украинским врачам. Но он согласился. И он сам, ну дядька два метра высотой такой великан. И со временем он просто стал худощавым старичком таки. У кого, вот я прошлое воскресенье пропустил, потому что у меня сходила спина и не мог двинуться всю субботу. Это серьезнейший изъян такой. Но вы знаете, Бог именно его использовал. По сей день он не чувствует своих ступней и ходит очень странно. Потому что, ну, когда ты не чувствуешь ступней, ты можешь оступиться и упасть. У него все пальцы красно-бордового цвета. И каждое утро он должен вставать в 6 утра и делать зарядку в течение 30-40 минут. Я это видел лично. По-другому он не сможет ходить вообще. Вы знаете, Бог берет вот такого простого человека, который, можно сказать, уже еле-еле передвигается во многом. И используя его, рождает служение, которое сегодня влияет на десятки тысяч людей по всему миру. Этот институт существует в 8 странах. Вот недавно была статистика. 34 выпуска. Это тысячи студентов и так далее. То есть, людей обученных для определенного служения. И это без копейки денег, чтобы вы понимали. Никто не залил туда кучу денег и сказал, делайте. Это посвящение одного человека, который имеет физиологический изъят очень серьезный. У него там другие операции были. Но вы знаете, когда сердце предано, Бог может использовать нас. Несмотря на то, как сильно мы можем что-то переживать или как-то болеть. Я знаю таких очень много разных примеров. Друзья, наши слабости могут стать нашими сильными сторонами. У Захея это не случилось при всей его жизни, потому что его сердце не было правильным перед Богом. Слава Богу, Хрисус пришел в его дом и что-то изменилось. Он был любопытный, четвертый изобретательный человек. Искал видеть Иисуса, не мог, кто подумал. Там впереди есть смоковница, дерево, залезу на нее. Не знаю, упадет, не падет, но вот этот вот лилипут, он туда залез. Потому что хочу увидеть Иисуса. Толпа там, один раз специально так становились, чтобы не пустить его. Хотя бы здесь ему отомстить за все его зло. И он раз, 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 забежит. Он изобретательный. Он понимает, что чего-то не хватает в жизни. У вас было когда-то такое в жизни? Если вы сегодня здесь, вы понимаете, что вам чего-то в жизни не хватает. Аминь. Что мало Бога в моей жизни. Те, кто считают, что им достаточно всего, они сейчас где-то там, на базарах, я не знаю, где еще там находятся. Может быть, Захей хотел и любил бы в центре, в гуще событий. Но, вы знаете, вот эта вот изобретательность его, если до этого она проявлялась в грехе, то сейчас она в чем-то добром проявилась. Хочу увидеть Иисуса. Он известная личность. А я не знаю, что-то надо сделать. Идет на радикальный шаг. Лезет на дерево, как дурачок. Просто человек вдруг залезет. Это же можно глупо выглядеть. Правда? Но он идет на такие шаги. Мир сегодня очень любопытен в духовных вопросах. Пандемия спровоцировала большой интерес к событиям последнего времени. А когда будут начертания зверя? А когда там чипы куда вставят? А в вакцине есть ли там чипы? Нет ли чипы? И так далее и тому подобное. Любители Солнца. Люди все больше говорят о связи с космосом, с НЛО и так далее и тому подобное. Всякие ясновидящие предсказатели, пророки в кавычках. Вопросы чудес и знамений все больше волнуют людей. Дайте нам чудо. Христа нам не надо. У людей большой интерес к самому себе. Как обрести внутренний мир. Это любопытность к своей собственной персоне. Как там жить так, чтобы там все сработало. В миру такие глупости, как расставить мебель по какому-то фершу. Я вообще не знаю, что это такое. По-видимому, если стол с этой стороны, то плохо. Но с другой стороны, это очень хорошо. Понимаете, да? Мир всячески пытается проникнуть. Люди интересуются этим. Какая у тебя аура? А вот я не хочу, чтобы его аура меня коснулась. У него отрицательная энергия, не знаю, что еще. Если человек грешный, то ничего положительного не может, конечно. То есть человеку свойственно ставить себя в центр событий. И делать так, чтобы все работало на этот центр. Это природа беззаконника. Это природа безбожного человека. Я хочу быть в центре, меня не пускают. Но я все сделаю, чтобы быть в центре. Я даже на дерево залезу, пусть у меня посмеются. Но все на меня посмотрят, чтобы все меня увидели. Даже если плохо подумают, не важно. Главное, чтобы я вот был так. А вот подумайте теперь. Слово Божие говорит, что в последние дни наступят времена тяжкие. И люди будут, и самое первое, что апостол Павел говорит, будут самолюбивы. Будут себя любить больше всего остального. А потом уже все старые грехи. Слевролюбили вы. Горды, надмены, злоречивы. Там родителям непокорные. Но в первую очередь самолюбивы. Чтоб мне было хорошо. Мне было комфортно. Стабильно. Нормально. Чтоб оно все как бы шло в гору. Вот подумайте. Какая гремучая смесь получилась в этом Закхее. Сочетание поиска духовности, себелюбия, отрицание живого Бога и сребролюбия. Ну чего еще надо? Вам не нужен убийца. Вот пожалуйста есть Закхей. Вам не нужен негодяй какой-то разбойник. Вот есть Закхей. И этого достаточно. Этому человеку не нужно было там нажать на красную кнопку, чтобы взлетела ракета ядерная, там уничтожила Хиросиму Нагасаху, не знаю что еще. Вот достаточно эта гремучая смесь, которая может уничтожить все, что есть на его пути. Что может дать такое сочетание вещей в этом человеке? Слово Божие говорит, что человек грешен. Вот как Бог описывает в книге Римлянам 3 главе. Нет праведного ни одного. Нет разумеющего. Никто не ищет Бога. Все совратились в пути. До одного негодных. Нет делающего добро. Нет ни одного. Вот как описан человек без Бога. Гартаник – это открытый гроб. Видели, как это могилу? Вот это открытый рот грешного человека. Языком своим обманывают яд аспидов наугубахих. Уста их полны злословия и горечи. Ноги быстры на кровопролитие. Разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия пред глазами их. Поэтому, когда вы видите человека, который очень мило одевается и красиво разговаривает. И чистый и опрятный. Внутри вот он какой. Он безбожник, которого Господь судит. Это открытое противление Богу. В угоду своим собственным, неопознанным желаниям и похотям. Итак, что из себя представлял Иерихон, в котором жил Закхея, вот эти люди, куда пришел Иисус? Первое упоминание об этом городе написано еще в книге Чисю. Раньше даже, чем пришли, потом евреи его завоевали. Это сделал Божий Иисус Навин, второй лидер израильского народа. Это было типичное халдейское общество людей. Город, который был очень крепко укреплен. Две стены были, которые защищали этот город. Одна из них толщиной в 2 метра, другая в 4 метра. Высота примерно 10-10 метров. И это была просто крепость, которую невозможно было преодолеть. Но когда израильский народ пришел, и они его взяли, опять помните, просто обходя его вокруг 7 дней, последний день 7 раз, они затрубили, закричали, стены сами начали падать. Таково было взятие этого города. Бог его проклял этот город. Этот город проклят был всегда Богом. И Бог повелел его не восстанавливать. Хотя, один человек это сделал. Его звали Ахиил. Господь сказал, что проклят перед Господом тот, кто восстановит и построит город Сирихон. На первенстве своем он положит основание, и на младенстве своем поставит его врата. И этот человек так и сделал. И история об этом говорит. Это записано в 4 книге царства. Простите, в 3 книге царства. Что когда он начал восстановить этот город, он похоронил первого своего сына. А когда поставил у ворота заключительную точку, он похоронил последнего своего сына. Бог таким образом показал, что он не благословил восстановление этого города. А так он был восстановлен. И Ерехон всегда был связан с каким-то проклятием. В этом городе скончался зловещий царь Ирод Великий. Который в этом же городе своего брата казнил. Потому что тот претендовал на трон. Все, что там происходило, всегда было плохо. Всегда оно было связано с какой-то нечистотой. С каким-то преступлением, кровопролитием и, конечно же, противлением самому Богу. И вот именно туда идет Иисус. Вы понимаете, да? Именно туда идет Сын Божий. Он его не обходит мимо, не говорит. Проклято Отцом, не пойду туда. Он туда идет. Почему? Там есть Закхей. Там есть больше, чем Закхей. Там есть другие люди. Евангелие говорит о том, что там были слепые, которых он исцелил. Там было больше людей, которые уверовали. Но конкретно, конкретно здесь говорится о том, что Хрисус пришел туда и ради Закхея в том числе. Друзья, если бы на планете Земля был бы только один грешный человек, это был бы я, а вы все святые. Вы и так все святые. Я верю, что Хрисус пришел бы умереть на кресте Глагофа только за меня. Бог любит человека, несмотря на все его противление и противостояние самому Господу. Хрисус пришел бы для этого, чтобы спасти хотя бы одного, единственного во всем этом проклятом грехом мире. А наш мир был проклят грехом. Друзья, наша жизнь без Бога, она как Ерехон, она проклята из-за нашего собственного греха. Человек находится под проклятием. И тут мы с вами поговорим о природе Бога. Иисус вошел в Ерехон, проходил через него и говорит Закхею, я к тебе домой вообще собираюсь. Вообще, благоденец для этого человека. Логика Божия, она противоречит человеческим. Люди бы обходили, мы бы с вами обошли, и Ерехоны подальше от этого Закхея, чтобы не запачкаться об этого человека, грязного предателя, такого среболюбца и так далее и тому подобное. Но Бог именно туда идет. Люди очень часто, не понимая природу Бога, верят и ударяются в очень крайние вещи. Такие, как Бог любит только евреев и больше никого. Или, если ты исполняешь такие правила, как пост два раза в неделю и два десяти, ну то ты будешь принят Богом. Нет. Люди верят в разные вещи. К примеру, Бог к разным грехам относится по-разному. Или у Бога есть любимчики. На какие-то вещи Он закрывает глаза. Христос умер на кресте, молодец! Но я смогу без Христа. Это все последствия того, что мы не понимаем ни Бога, ни своего состояния перед Господом без Него. Божью природу надо изучать. Он уникальный, Он прекрасный, Он красивый, Он интересный. Бога понять без Его откровения очень сложно. Решение Христа было пройти через этот город проклятия, потому что там была хотя бы одна душа, которая нуждалась в спасении. И Христос это сделал. Я не знаю, если Христос когда-то вошел в твой город проклятия. Но мимо Он никогда не проходит. Нет людей, которые голову вошел мимо и сказал, ну вот этому достаточно, этому вообще не надо, а вот тот хорошенький, вот к нему нужно идти. Нет! Бог подходит к каждому человеку в лице Иисуса Христа. Евангелие призывает всякого уверовать без исключения. Каждый мужчина, каждая женщина и каждый ребенок, все нуждаются в Иисусе Христе. Все без исключения. Все дороги в глаза. Когда он увидел Закея, сказал, слезай вдруг, сегодня я собираюсь быть у тебя дома. Ты это не знал? А Христос это знал. Христос знал. Он именно для этого туда пошел. Любовь у Христа была настолько сильная к этому человеку, которого все ненавидели, что он готов был, чтобы о нем плохо сказали. Потому что о нем уже плохо сказали. Вот он идет выше. Христу вообще было все равно, что о нем скажут. Душа Закея была важнее. Жизнь Закея была важнее. И за эту жизнь Христос собирался зайти на крест головов. За этого человека он собирался умереть на кресте. Так много было любви у нашего Господа к человеку. И хотя написано, что возмездие за грех смерть, Иисус дает жизнь. Принимая на себя смерть за грех человека. И хотя нет ничего достойного внимания. В Закее ничего не было достойного внимания. И когда очень столько вечная погибель, он не проходит мимо. Несмотря на то, что он свят, несмотря на то, что он не порочит, несмотря на то, что Христос ненавидит грех, несмотря на то, что Христос никогда не смирится с поведением этого человека, несмотря на то, что Христос осуждает всякое греховное поведение, Его любовь ведет его туда, чтобы этого человека спасти. Кто из вас переживал это в своей жизни? Когда ты чувствуешь, как Бог тебя судит, но в то же самое время, как Бог тебя призывает своей любовью. Бог свою любовь нам доказывает тем, что Христос умер за нас, написано, когда мы были еще грешниками. То есть, другими словами, у Христа нет ожидания, что человек станет лучше, и тогда надо будет его спасать. Никто не может стать лучше без Господа Иисуса Христа. Всех нас надо вытаскивать из ямы греха, потому что мы все не способны оттуда выйти. Все 7, 8, сколько, 9, 20 миллиардов, которые живут на планете Земля, за всех Христос отдал себя. Знаете, я понял одну такую вещь. Что Христос, Бог, настолько свят был, чтобы для того, чтобы посмотреть в глаза грешному человеку, нужны были глаза нашей плоти, чтобы нас не уничтожить своим присутствием. Это любовь Бога, пришественная Христа. Христос, когда не прошел мимо, возможно, сегодня он не проходит мимо тебя, как он дорогой. И мы все должны принимать какое-то решение сегодня. Решение человека, когда он сталкивается с Богом. Вот что сделал Захей. Он поспешно слез этого дерева, принял его с радостью. Люди начали ротать, говорили, что он зашел к грешному человеку. И вот когда они вместе ужинали, написано, Захейшин, встав, сказал Господу. Господи, половина моего имения я отдам людям, которые нуждаются. И кого я обидел, пойду попрошу прощения. Кого я обидел, воздам в четыре раза. Не просто подню, скажу, друг, извини, что я тебя там обобрал. Нет, пойду и отдам в четыре раза больше. Это был зов его сердца. Что именно так он хотел свою вину искупить перед людьми, против которых он грешил. Иисус сказал, ныне пришло спасение дому-сему. Ибо и он ведь он ра. Потому что Сын Человеческий пришел, чтобы что? Взыскать, найти, поискать, найти и спасти тех, кто погибает. Друзья мои, что там случилось, остается тайной. Мы не видим, чтобы Закей слезно, плакал, горячо молился, проливал слезы, сказал пламенную речь. Но он понял Евангелие, он понял Бога, он понял призыв Божий. Этого было достаточно. Присутствие Христа дало ему такое обречение, что он не мог более оставаться тем же человеком. Если святой Бог находится здесь, мне нужно принять какое-то решение. Я больше так жить не могу, так сказал Сын Человеческий. Я должен жить по-другому. И он прямо там дает Богу обед, и он идет и делает. Когда-то Ян Крисидит призывал, сотворите плод, достойный вашего покаяния. И вот, друзья, покаяние увидеть нельзя, но можно увидеть плод покаяния. Когда человек покаялся, он живет по-другому. Если он говорит, что покаялся, он живет так же, он не покаялся. Он лицемер и лгун. И он навлекает на себя еще больше от Божьего суждения. Когда человек покаялся, он имеет плод этого покаяния. И в Захее это было видно. Его измененное сердце. Его встреча с Христом. И он больше не мог жить больше. Так, как жил до этого. Он не сказал, ну все, с этого дня я уже буду вести себя хорошо. Буду хорошим мальчиком. И буду вырадоваться. Он говорит, нет, есть много людей, которые у меня причинят боль. И Бог сегодня меня призывает, чтобы я с этими людьми что-то сделал. И я пойду и что-то сделаю. Его глаза открылись по отношению к людям, которые были нуждающимися. Он не сказал, ну теперь я буду честно работать. У меня так много, что... Посмотри, этот нуждей, тот и тот и тот. Я богатый негодяй, который так любил деньги. И он перестал любить деньги. И начал любить людей. Он перестал любить деньги. И начал любить людей. Вчера открываю Facebook. И там один из миллиардеров говорит о другом миллиардере. Очень, конечно, иронично, но правильную вещь. Про Абрамовича. Он говорит, вот у этого человека уже там пять яхт. И как жалко видеть, что ему так мало в жизни. А сколько он мог бы повлиять на жизнь других людей. Ну я сейчас никому, но я говорю в общем. Когда Бог нам что-то дает, это не для того, чтобы оно стало с нам только. Это для того, чтобы мы благословили других людей. Но если сердце неизмененное, мы никогда не сможем это сделать. Есть один простой принцип. И он озвучен в книге Фессианам в примере воровства. Кто крал, впредь не кради. А лучше трудись, делая своими руками полезной, чтобы было из чего уделять нуждающимся. То есть тот, кто воровал, он не просто должен прекратить это делать. Он должен теперь честно работать, приносить пользу и стать таким любящим других. Уделять и других. И этот принцип работает во всех направлениях. Если плохо о людях говорил за их спиной, значит пойди в лицо, скажи им, что ты это делал, покайся перед ними и не просто перестань это делать, а говори об этих людях теперь только хорошее. Если там меньше, то хорошее. Всегда еще. И если кто-то говорит о них плохо за их спиной, твоя ответственность теперь остановить этого человека и сказать, это грех, ты не должен это делать. Вот так оно работает. Вот так выглядит покаяние. Захей знал, что тот грех, который ему необходимо было оставить, нужно было раскаяться, этот грех должен быть исправлен его действиями и его шагами. Ныне пришло спасение тому сему, потому что и он сын Авраама. Приход Христа-берекон был тщательно спланирован для одной цели встретиться с Захеем. И эта встреча состоялась. И этот человек с того дня более не был тем, кем он был до этого. Друзья, мы много чего не знаем. Мы не знаем финал жизни Захея, мы не знаем, что дальше случилось. Может быть его римляне после этого отстранили, а может быть даже там и прибили за то, что он... Мы не знаем, что дальше. Мы знаем одно. Те, кто имел встречу с Христом, в один день увидят Захея. В один день у нас будет возможность встретиться с ним там у Господа и спросить, что же там случилось? Что тебе Христос сказал? Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибших. Сегодня Христос не проходит мимо нас с вами. Сегодня Христос не проходит мимо тебя. Сегодня Он желает и с тобой встретиться, и с тобой, дорогой. Если ты не знаешь Господа, тебе нужно сегодня иметь с Ним встречу. Раскаяться в своих грехах. Поверить в Иисуса Христа, как своего личного Спасителя. Доверить Ему всю жизнь. И ты посмотришь, как плод покаяния будет процветать твоей жизни. Да благословит нас Господь, чтобы мы с вами не ушли отсюда, не имея встречи с Господом. Давайте мы с вами помолимся сейчас к Отцу. Если вы никогда в своей жизни не молились и не каялись в своих грехах, вы можете это сделать. Или публично, или подойдя после этого. Мы вместе с вами помолимся. Бог даст вам прощение, искупление, изменит вашу жизнь. Раз и для всегда. Господь, благодарим за то, что ты сегодня еще раз не только являешь нам нашу природу, природу человека, который является Богом противником. Но Господь, ты являешь нам свою любовь, свою природу. Ты показываешь, что ты не проходишь мимо никакого человека, но желаешь каждому, чтобы мы все, как цахи, изменились. У каждого из нас есть свои жизненные обстоятельства, но это никогда ничего не меняет, если нет переменной сердца. И ты, Господь, именно для этого пришел в Ерехон, в этот проклятый город, чтобы найти этого человека. Сегодня, Господь, ты находишься здесь, среди нас. И этот мир такой же проклятый и грехом. Но, Господь, ты ищешь. Ищешь тех, кто сегодня в тебе нуждается и призываешь. Молюсь, Господь, за всех, чтобы мы действительно знали тебя. А кто не имеет встречи с тобой, Господи, дай сегодня эту встречу. Дай раскаяние и живую веру, чтобы нас больше и больше было в Царстве Твоем. Да прославится имя Твое, Господь. Во имя Иисуса Христа я молился. Аминь. Аминь.